Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня». Сейчас у нас состоится онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта. Я с удовольствием представляю наших уважаемых участников, наших красивых, потрясающих экспертов, которые сегодня с нами на нашей площадке. Это директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Георгиевна Мокрышева. Заместитель директора МИЦ эндокринологии, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Анатольевна Трошина. Ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии, детский врач-эндокринолог Ольга Владимировна Васюкова. Руководитель отдела диетологической помощи НМИЦ эндокринологии, врач-терапевт-эндокринолог Фатима Хаджимурадовна Сгоева. И рядом со мной председатель общероссийского общественного движения «Строенная Россия» Ольга Владимировна Ванатова. Сегодня мы поговорим о проблеме ожирения. Она является глобальным вызовом здравоохранения и опаснейшей угрозой всему человечеству. Ожирение стоит в одном ряду с сахарным диабетом, нефинкционной пандемией наступившего тысячелетия, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И во многих случаях является непосредственной причиной других жизнеугрожающих заболеваний. Также сегодня во время мероприятия будет объявлено о начале Всероссийского марафона здорового образа жизни, который в этом году пройдет под девизом «Объединив усилия, победим ожирение». Наталья Георгиевна, я передаю слово вам. Расскажите, пожалуйста, какова общая статистика с ожирением в мире и каковы главные цели марафона и в чем особенность нынешней акции. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемая Александра. Мы вам признательны за то, что такая актуальная тема, как борьба с ожирением, сейчас привлекает с вашей помощью большое количество участников. И мы надеемся, что вхождение в этом году в программу борьбы с ожирением будет еще более мощным и еще более эффективным по сравнению с прошлыми нашими мероприятиями. Я действительно должна привести определенную статистику, ведь более 15% населения Земли страдают избыточным весом, страдают ожирением. Мы знаем, пионеры, наибольшее количество жителей Соединенных Штатов Америки, Канады страдают ожирением. Чуть в меньшей степени Россия, ряд европейских стран по итогу анализа последнего проведенной Всемирной Организации Здравоохранения занимают неплохую позицию. Но в России действительно эта проблема нарастает. А мировая тенденция, к сожалению, за последние 40 лет свидетельствует о том, что количество случаев ожирения среди взрослого населения выросло практически в три раза. И что больше всего нас беспокоит и наше сообщество эндокринологов, и сообщество детских эндокринологов. Как вы понимаете, это распространение этого состояния среди детей. В пять раз выросло количество случаев детского ожирения. И именно это наводит нас на мысль о том, что... Мы, конечно, сейчас поговорим о том, что это проблема, которой занимаются целые команды специалистов, которые имеют разные профили. Но если мы не объединим усилия медицинского сообщества диетологов, эндокринологов, реабилитологов, гинекологов, акушеров-гинекологов, андрологов, то есть специалисты, которые занимаются решением этой проблемы, мы не сможем сами, самостоятельно решить эту проблему. Это проблема государственного уровня, это проблема всего сообщества. Потому что именно детское ожирение нам свидетельствует о вот этом глобальном процессе. Поскольку именно дети отражают ту тенденцию в психологии, в подходах к современной жизни. И именно дети страдают прежде всего на уровне семьи, на уровне сообщества от тех тенденций, которые сейчас есть. Я должна сказать, что к 2030 году, по подсчётам Всемирной организации здравоохранения, количество пациентов с ожирением может достичь 40%. Как вы понимаете, это почти половина всего населения земного шара. Это огромные масштабы. Риски, которые нарастают при развитии метаболических нарушений, которые несёт в себе ожирение, это, конечно же, повышение риска развития сахарного диабета второго типа, это риски сердечно-сосудистых событий, это высочайшие риски инфаркта, инсульта, артериальной гипертензии, бесплодия. И мы рискуем на фоне нарастающей проблемы ожирения потерять темпы в решении демографической программы нашей страны. То есть, конечно, это проблемы, касающиеся всех сфер нашей жизни. И именно поэтому в этом году мы предпринимаем более масштабные мероприятия, сообщество эндокринологов, экспертное сообщество всех специалистов, которые имеют отношение к введению пациентов с избыточным весом, с метаболическими нарушениями. Мы объединяем свои усилия и планируем сейчас стартовать в марафоне, который будет идти не эпизодически точечно, а в течение ближайших полугода. То есть это такой масштабный проект, когда мы будем обращаться и к нашим национальным особенностям, и к моментам различных конфессий и правил различных религиозных групп, и к законам и принципам, по которым сейчас строится общественное питание. И вопросы образования, поскольку сейчас уменьшение количества часов в школе физической нагрузки резко сокращается во многих практиках, и, к сожалению, гиподинамия, которую мы все ощущаем, особенно в процессе пандемии, это тоже даст нам всплески, однозначно даст всплески заболеваемости ожирением и проблемы, сопровождающие весь этот процесс. Сейчас мы, конечно же, должны не забыть и упомянуть о тех рисках, которые лица с избыточным весом, с метаболическими нарушениями имеют на фоне пандемии. Практически на 15-20% риск смерти пациента с ожирением при COVID-инфекции увеличивается. И мы ведем очень мощную работу, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии разрабатывает клинические рекомендации, ведет отдельные группы пациентов, которые практически освещают все сферы жизни пациента с избыточным весом, именно для того, чтобы независимо от ситуации каждое наше действие могло иметь эффективные результаты. Ну и надеюсь, что мои коллеги меня поддержат. Здесь я хотела бы представить мне с акцетированием внимания на том, что у нас здесь присутствуют и взрослые специалисты, и детские специалисты, занимающиеся ожирением, и диетологи. Наше сообщество очень велико, сообщество тех, кто работает с ожирением. Здесь такая небольшая выжимка участников. Но я должна сказать, что и кардиологи, и андрологи, и генетики, и специалисты-реабилитологи, огромный пул специалистов сейчас работает над этой проблемой. И, конечно же, я хотела бы попросить моих коллег чуть более подробно каждому в своей сфере обрисовать ту тенденцию, которую мы берем сейчас вот с этим стартом марафона. Спасибо огромное, Наталья Георгиевна. Екатерина Анатольевна, я передаю слово вам как раз вот по поводу тенденции. Что вообще значит марафон? Если я не ошибаюсь, он уже 15 лет проходит. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, спасибо большое. Мы сегодня действительно поднимаем важнейшую проблему. Это проблема ожирения, которая является важнейшей в государственном масштабе, о чем Наталья Георгиевна сейчас сказала. Но это ведь проблема, которая является важнейшей для каждого конкретного человека, для его жизни, для его здоровья, для возможности иметь здоровую семью и так далее. Эндокринологический научный центр, который сейчас называется НМИЦ, эндокринология Министерства здравоохранения Российской Федерации, на протяжении последних 15 лет проводит День борьбы с ожирением. И вот этот вот День борьбы с ожирением, который приурочен, как правило, либо к Европейскому, либо к Всемирному дню борьбы с ожирением, а такой день, начиная с прошлого года, Всемирная организация здравоохранения учредила 4 марта, и наша пресс-конференция не случайно проходит именно в эти дни. Вот такой вот День борьбы с ожирением, он был всегда рассчитан на людей, которые хотят сохранить себя в форме и хотят не заболеть этим эндокринным заболеванием, ожирением. Рассчитан на пациентов, которые приходят к нам, к врачам-эндокринологам, в первую очередь. И я не оговорилась, называя ожирение заболеванием эндокринным. Даже если посмотреть на те установки, которые даёт Всемирная организация здравоохранения, в своей международной классификации болезней, ожирение отнесено именно к эндокринным болезням. Поэтому эндокринологи всегда стояли и стоят во главе угла с точки зрения оказания помощи этим больным. Но не только пациенты сейчас интересуют нас, как целевая группа тех, кто должен быть объединён нынешним марафоном. Вот этот марафон, который мы анонсируем сегодня, он проходит под девизом «Объединим усилия для борьбы с ожирением». Наталья Георгиевна сейчас уже сказала, что в Российской Федерации проблема избыточной массы тела и ожирения характерна для каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины, который живёт на территории нашей страны. Если мы вдумаемся в эти цифры, мы поймём, как это важно. Поэтому марафон будет объединять не только людей, которые хотят сохранять своё здоровье, не только тех, кто болеет ожирением, но также врачей, потому что врачи должны понимать и осознавать самые последние тенденции в лечении этого заболевания, должны нести информацию пациентам. Будет объединять учёных, безусловно, потому что без научной основы невозможно разработать инновационные препараты, которым потом мы, врачи, назначим нашим пациентам. Невозможно грамотно выстроить диетологическую помощь, о которой сегодня, чуть позже мы будем говорить очень подробно. Научная основа лежит во главе угла всех вот этих действий, и, безусловно, учёные тоже вовлечены в этот процесс. Но ожирение – проблема не только медицинская, проблема не только научная, это ещё и проблема общественного здравоохранения. Поэтому марафон поддерживает общественное движение «Стройная Россия». Марафон проходит при теснейшем содружестве и участии специалистов Российской ассоциации эндокринологов. Марафон объединяет в себе активности очень и очень многих людей и организаций, общественных организаций, тех, кто вовлечён в проблемы питания, в проблемы физической активности и так далее. Этот список можно продолжать. Безусловно, организаторы здравоохранения тоже участвуют в этом марафоне, потому что людям с ожирением и избыточной массой тела очень правильно нужно помочь с точки зрения того, как же их сориентировать, куда им обратиться, с чего начать, просто куда пойти пациенту, который имеет избыточную массу тела для того, чтобы получить грамотную медицинскую помощь. Я подчёркиваю это слово грамотную, потому что мы сегодня живём в таком мире, когда интернет наш врач, правда ведь? И пациенты с избыточной массой тела очень часто черпают свои знания оттуда. А, к сожалению, некоторая нечистоплотность всегда присутствует в этом информационном ресурсе тоже. И порой люди, страдающие избыточной массой тела, становятся заложниками чьих-то не вполне адекватных действий. Поэтому здесь тоже очень важный этот момент. Возвращаясь к тому, почему же всё-таки эндокринологи, да потому что жировая ткань сама по себе является уникальным эндокринным органом. Жировая ткань, тот самый жир, с которым мы так боремся, вырабатывает массу гормонов, вырабатывает массу биологически активных веществ и регулирует в том числе процессы метаболизма, обменные процессы в нашем организме, с одной стороны. С другой стороны, эндокринология – это наука о гормонах. И вот когда нарушается вот эта гармония в гормонах, случаются проблемы метаболического характера, в том числе и ожирения. Гормоны – вещества, которые регулируют метаболизм, регулируют обмен веществ. И поэтому любое нарушение в гормональной регуляции тоже приводит к ожирению. Ожирение – это не только проблема людей, которые много едят и мало двигаются. Ожирение – это ещё и проблема медицинская, потому что ожирение может быть следствием серьёзных заболеваний, в том числе и эндокринной системы. И нужно помочь нашим пациентам сориентироваться, почему же у них это заболевание случилось. Уникальность нашего Центра, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, состоит в том, что мы можем оказывать помощь пациентам с ожирением от самого начала жизни человека, когда человек ещё называется словом «плод», когда он ещё находится в материнской утробе, и заканчивая уже более старшими возрастными группами. И вот этот посыл, что ожирение начинается в семье, очень важный посыл. И именно семья должна объединиться для того, чтобы помочь ребёнку ли, взрослому ли справиться с этой проблемой. У нас в нашем Центре, с учётом того, что у нас есть и детская эндокринология, и специалисты, которые занимаются диетологией, и специалисты, которые занимаются проблемами старения, причём проблемами активного долголетия, объединённое вот это вот содружество, эта команда позволяет профилактировать ожирение, лечить его. Ну и, безусловно, всё это сопровождается очень серьёзной научной деятельностью. Поэтому мы сегодня анонсируем наш марафон, мы призываем всех участвовать в нём. Он действительно займёт не один день. Целая линейка вот этих активностей рассчитана на полгода, и будет очень много интересного, важного и полезного в ходе этого марафона. И мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому и рассказывать всем вам о том, как это всё проходит и какие результаты имеет. Спасибо. Спасибо огромное, Екатерина Анатольевна. Мы продолжим тему подростков и детей. Ольга Владимировна, слово хочу передать вам. Всё-таки как обезопасить наших детей от оширения, ведь ещё очень многое зависит тоже от школы, где они проводят много времени. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. И дети, как уже сказала Наталья Георгиевна, это, конечно, наше будущее, и поэтому дети – это, наверное, самое хрупкое, что у нас есть, и самое ценное, что у нас есть, потому что именно они могут продолжить все те начинания, которые мы с вами стараемся в этом мире принести. К сожалению, на сегодняшний день вот та стандартная ситуация, которую мы наблюдаем в нашем центре, когда к нам на амбулаторный приём первично приходит подросток впервые с жалобами на избыточную массу тела, как правило, в возрасте 12-13 лет, с весом в среднем 100 килограммов. И это их первичный приход к эндокринологу. Опасность детского ожирения заключается в его недооценке со стороны именно в первую очередь того общества, в котором растёт ребёнок. Это обусловлено и чисто семейными традициями, потому что пухлый малыш – это всегда здорово, это всегда умильно, и это хочется ему поддержать в его таком состоянии. Но в то же время, в отличие от взрослых, все те метаболические осложнения, к которым взрослый человек, имея ожирение, могут прийти через 10-20 лет, ребёнок в силу своих физиологических особенностей, к сожалению, приходит через 1-2 года. То есть скорость прогрессирования того же сахарного диабета у детей с ожирением в десятки раз быстрее, нежели чем у взрослых. Поэтому это именно несоответствие между теми представлениями, которые есть в обществе, что пухлый ребёнок – это хорошо, на самом деле это совершенно нехорошо, и это хроническое заболевание. И поэтому само оно по себе не пройдёт, и поэтому это, конечно же, всегда повод обратиться к врачу. Уникальность детского ожирения заключается в том, что это, в отличие от взрослых, это потенциально абсолютно обратимое состояние. Поэтому вовремя оказанная помощь, она просто творит чудеса. Но помощь зависит не только от успехов врачей. Это, конечно же, и необходимость семьи, и необходимость школы, в которой ребёнок находится. И в этом году, например, мы впервые проводим проект, когда мы сами активно выходим в школы, и проводим обучение и учителей, и родителей, именно как правильно кормить ребёнка в определённом возрасте, сколько ребёнок в современных условиях должен двигаться, потому что без этого, конечно же, дальнейший диалог невозможен. На нашей базе накоплен уникальный опыт и научный, и клинический, и исследовательский. И вот мы постараемся сделать так, чтобы в рамках этого марафона мы были также открыты для диалога со всеми, с врачами, с которыми мы готовы делиться опытом, потому что детских эндокринологов в нашей стране всего лишь около тысячи человек, в то время как именно детей с ожирением, конечно, более 500 тысяч, только вот данной официальной статистики. И поэтому мы всегда рады, и педиатрам призываем также помогать и диагностировать вовремя этих детей, и гастроэнтерологов, и гинекологов, потому что зачастую впервые приходит именно девочка с нарушением менструального цикла, и уже вторично только говорит о диагнозе ожирения. Поэтому и привлекать психологов, потому что, к сожалению, до недавнего времени мы избегали говорить о том, что проблема детского ожирения – это еще и огромная психологическая проблема. Причем, с одной стороны, за детским ожирением могут скрываться на самом деле серьезные психологические заболевания, а с другой стороны, само по себе наличие лишнего веса очень часто становится предметом буллинга, особенно в школьном возрасте, и эти дети испытывают вот это преследование со стороны сверстников. Они, как правило, стараются избегать его, и это приводит к тому, что дети старательно избегают даже и собственного общества сверстников, предпочитая домашнее обучение, переходе, и вот оставаясь в проблеме один на один самим, конечно же, вот это все лишний раз повод задуматься и принять детское ожирение как абсолютно серьезное хроническое и сложное заболевание, которое нужно лечить и вовремя диагностировать. И поэтому, конечно, пользуясь марафоном, мы также открыты и для диалога с нашими родителями, потому что, конечно, родители — это в первую очередь наши помощники, и, наверное, мы будем помощниками для родителей, и те вопросы, с которыми не сталкиваются, не всегда могут помочь ребенку дома, мы всегда как раз-таки рады, если они приходят к нам, и всегда мы радостно готовы делиться этим опытом и что у нас есть. Поэтому, учитывая, что с одной стороны заболевание тяжелое, с другой стороны потенциально обратимое, мы, конечно, прилагаем все усилия, чтобы помочь нашим детям и чтобы выпустить их во взрослую жизнь абсолютно здоровыми. И самое главное, что это абсолютно возможно. Спасибо огромное, Ольга Владимировна. Я хочу передать слово Фатиме Хаджимурадовне. Расскажите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, необходимость и особенность подобного марафона здоровья, и как практически можно использовать полученные знания, с чего начать, и как легко внедрить полезные привычки в нашу сложную порой повседневную жизнь? Спасибо большое за вопрос. И я благодарна коллегам, которые раскрыли емко, достаточно емко проблему эту. И слушая то, что говорили коллеги, сегодня я вспомнила, и они не дадут мне вас обмануть, что первая школа для пациентов с ожирением была открыта у нас в Центре эндокринологии, когда ни одной таблетки не было для лечения ожирения. Это был 1997 год. В 1998 году ВОЗ принимает ожирение как заболевание. А я думаю, слушатели не до конца понимают эту градацию. Заболевание – это то, от чего человек может умереть. И подчас люди не осознают масштаб этой проблемы, потому когда приходит тучный пациент, ну да, у меня когда-то разовьется диабет, ну когда-то может быть сердечно-сосудистый, но человек может умереть сегодня просто от остановки дыхания во сне. У него может еще даже и не развиться сахарный диабет. И очень емко объяснив проблему, мои коллеги показали масштаб. И вот слушая цифру Натальи Георгиевны, 40%, 50%, и переводя на наше население, ты понимаешь реальный масштаб катастрофы. И понимаешь, какой паровоз везет за собой население с этой проблемой. Опять же, Ольга Владимировна говорит про детей, а в этот момент ты понимаешь, что надо начинать с профилактики, и надо начинать с прегравидарной подготовки. И особенность сегодняшнего марафона, я бы основные линии все-таки пациент, с пациентской точки зрения. Во-первых, мы все с вами разные. У нас разные генетические скрепы. Нам хотелось показать, что нельзя примерять на себя чужую одежду. Если даже мы один размер ноги с вами имеем, эта обувь не подойдет даже с одним размером ноги. Очень хотелось бы, чтобы мы посмотрели на свои корни. И вот это национальное наследие, именно генетическое национальное, диетологическое наследие надо рассмотреть. И сейчас в медицинском сообществе существует такой термин «защищенная жировая ткань». Знаете, сколько у него защитников? В плохом смысле слова. Окружающая среда, гиподинамия, нарушение циркадных ритмов, стрессы, плохая пища, плохая в смысле различных добавок. Никто не говорит, что это яд. И на первом месте из всех внешних средовых факторов риска на продолжительность жизни влияет именно диета-терапия. Но это не диета-терапия. Мы хотим показать ту историю питания, которая передана нам из поколения в поколение. Генетически складывались красивые голубые глаза, это хорошо, да, но с этими голубыми глазами пришла и диетологическая история. Потому что люди очень долго жили в определенных зонах оседлости, и только начало XX века дало возможность перемещения и менять генетическую карту питания. Очень хочется, чтобы наши пациенты пришли к осознанному питанию. Не хочется навязывать, не надо директивы. Вот эта осознанность питания, она и даст возможность управления своим питанием, управления своей массой тела. И, конечно, один в поле не воин. Человек не может один сопротивляться, даже имея такую команду союзников-врачей, придя даже в наш прекрасный центр, понимая, что есть все специальности, он не сможет один бороться с этой историей. Надо договориться с собой, надо договориться с окружающими, обязательно поддержка семьи, безусловно. И чтобы у нас здоровое поколение росло, мы должны начинать с прегравидарной подготовки. Нам очень хочется, чтобы, вот зайдя на личную территорию пациента, а питание — это личная территория, это то, от чего можно получить удовольствие, это самый легкий способ получения удовольствия, чтобы человек получал удовольствие и при этом был здоров. Поэтому такая многогранность направлена на осознанность и на ту категорию пациентов, которые готовы сегодня принять ответственность за собственное здоровье, за здоровье своих будущих детей, за здоровье своих родителей, за здоровье своих бабушек и дедушек. Потому что если человек, допустим, сегодня решил правильно питаться и поменять неправильную устойсть семьи, придя домой и увидит тазик пельменей, сложно будет, наверное, есть правильное питание. Нам очень хочется, чтобы вовлечены были те структуры, которые обеспечивают нашу обычную жизнь. Если человек приходит на работу, он тоже должен получать качественное питание. И у нас есть союзники в нашей идее, есть очень многие организации, которые готовы пересмотреть питание для своих сотрудников. И, конечно, вот эта такая многогранность, она обуславливает не месяц, не два месяца, а, как сказала Наталья Георгиевна, шесть месяцев взаимодействия, причём абсолютно активного взаимодействия. Мы открыты для взаимодействия. И в нашем центре эндокринологии, начиная с генетического моделирования, ради бога, мы готовы к взаимодействию на всех уровнях. У нас активно вовлечена молодёжь, наверное, молодёжь, которая, в общем, на ней сейчас будет основная ответственность для воздействия вот в этом интернет-пространстве. То, что сказала Екатерина Анатольевна, как существует даже термин, я знаю, инфо-цыгане, и с ним надо бороться. Тут мы выступаем словами молодёжи, мракоборцами, потому что надо, чтобы наша молодёжь, которая обучена, вышла и показывала, как это делать, как помогать людям в интернет-пространстве. Это не фантомы должны быть, это должны быть живые люди, к которым можно прийти на консультацию. Но основная цель, конечно, найти своего врача, прийти к осознанности питания, поменять свой стиль питания и управлять собственным здоровьем, и чтобы, конечно, у тебя были союзники. Спасибо огромное, Фатима Хаджимурадовна. Ольга Владимировна, я передаю слово вам. Общественное движение «Строенная Россия» является партнёром марафона, мероприятия этого. Расскажите о цели вашего участия в этом марафоне, как общественная работа и знание социальной повестки помогает влиять на организацию марафона. Мне хотелось бы сказать, во-первых, что для меня большая честь стать даже не то, что партнёром марафона, а участником этого марафона, потому что мы присоединились в прошлом году. Это для меня стало таким, скажем, новым открытием, вот это полностью погружение в профессиональный мир отношения к ожирению, потому что этого нам сейчас очень не хватает. Во-первых, мы буквально недавно, 11 октября у вас тут презентовали наш социологический опрос «Отношение граждан Российской Федерации к проблеме ожирения». Я не буду долго говорить, потому что мы уже говорили, на эту тему, но обращу внимание на один такой нюанс. Вот Фатима Хаджимуратовна только сейчас сказала о так называемой прослойке блогеров, которые ведут нехорошую такую у нас игру на интернет-площадке, сейчас в Госдуме поднимается данный вопрос, и мы обратили внимание на то, что граждане многие сейчас, ну, большое такое количество, участвуют в марафонах так называемых похуданий, там, похудений или как там. Их множество. Как раз особенно в период ковида развелось довольно-таки много вот этих групп, блогеров, тиктокеров, скажем так, в кавычках, «жеврачей», там, я не знаю, «магов» и «чародеев», которые конкретно все стали заниматься проблемой ожирения лишнего веса. И у нас получается человек как бы обезоружен, и он знает, что надо идти к врачу. Мы спросили, и каждый третий как бы говорит о том, что да, надо идти к врачу. Но мы опрашивали население, кто худел сам там, своими способами, конечно, у этих людей тоже вес возвращался, и возвращались к плюсу с этими, скажем так, что когда они худели по сценарию магов и чародеев, так называемых, они, естественно, приобретали кучу дополнительных заболеваний, и все это приходилось расхлебывать врачам, профессионалам. И, конечно, когда вот этот марафон сейчас у нас будет больше, точнее, полгода будет идти, мы решили как бы более активно принять в этом участие, потому что мы считаем самое главное донести мнение врачей, профессионалов до наших граждан, чтобы наши граждане обязательно не занимались самодеятельностью и верили профессионалам, тем людям, которые знают, как лечить, что с этим делать. Это самое главное. Но хотелось бы сказать, что, конечно, это удивительная вещь, и нас заражают оптимизмом врачи, хочется действовать активно, хочется созидать что-то новое, креативное, какие-то искать новые подходы. И сейчас к нашему марафону присоединяются и другие организации, дети, школьники, студенты. Но это, я думаю, что дорогого стоит. То есть вместе мы силы, я считаю так. Спасибо большое. Мы переходим к вопросам от наших журналистов, которые поступали нам накануне и тоже сегодня утром. И такой первый вопрос. Часто вступают наши депутаты с предложением маркировать вредные продукты. Чипсы, газировку, сладкое. Ольга Владимировна, вопрос может быть к вам. Как вы оцениваете? Потому что сладкое чипсы и газировку в основном, наверное, дети и подростки употребляют. Как вы оцениваете подобную инициативу и помогут ли эти маркировки борьбы с ожирением? Спасибо большое за вопрос. На самом деле, проблема маркетирования продуктов, она обсуждается на самом деле неоднократно уже не один год в нашей стране. Мировой опыт показывает, что все-таки это эффективная мера. Особенно то, что касается продуктов заведомо с плохим содержимым и особенно продуктов, которые именно маркетинговым ходом потенциально именно настроены на такую аудиторию, как детство на потребление, то, конечно же, взгляд врачей то, что однозначно это лейбирование необходимо внедрять. Потому что даже если подросток сам себе покупает, но в большинстве все-таки детям покупают продукты родители, и если будет определенная вот эта система цифрового кода с ярким обозначением, что это вредно, возможно, это в том числе для родителей будет повод задуматься, а стоит ли этот продукт покупать ребенку. Спасибо большое. Мы сегодня говорили по поводу и ковида, и то, что пациенту с ожирением, наверное, сложно бороться с ковидом, и последствия болезни бывают, скорее всего, значительно серьезнее. Насколько важна здесь вакцинация? Есть ли какие-то, может быть, противопоказания? Что касается вакцинации, то и пациент, и человек с нормальным весом, и человек с избыточным весом, разумеется, для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы все должны пройти вакцинацию и защитить себя от возможности получения вот этой вирусной нагрузки. Конечно же, для пациентов с избыточным весом, для пациентов с ожирением, этот вопрос встает еще более актуально. И своевременная вакцинация – это обязательное условие сохранения большей вероятности сохранения здоровья. Мы говорим о том, что когда человек с ожирением заболевает ковидом, он имеет гораздо более высокие шансы иметь осложнения или, в крайнем случае, даже погибнуть, поскольку мы помним, что и проблемы с дыханием, и полностью воздействие и влияние ожирения на сердечно-сосудистую систему, на свертывающую систему крови и на состояние легких, они не оставляют шансов пациенту с избыточным весом безболезненно перенести эту инфекцию, даже в последней волне, которая, мы надеемся, более, менее, точнее, ярко клиническую имеет картину. Что же касается, в принципе, вакцинации любых пациентов с эндокринными заболеваниями, то это как раз та группа пациентов, та группа лиц, а это практически половина населения России, которые обязательно должны вакцинироваться и защитить себя от риска заболеть. Спасибо большое. Следующий вопрос. Какие психологические факторы определяют развитие ожирения? К какому психотипу чаще относятся люди, страдающие этим заболеванием, и насколько важны психотерапевтические практики при его лечении? Коллеги, кто готов? Некатерина Анатольевна, пожалуйста. Вы знаете, мы сегодня уже не раз говорили о том, что в организации помощи пациентам с ожирением исключительно важной является помощь психолога. Потому что ведь люди действительно делятся на разные психотипы, но вот эта возможность получить удовольствие от еды, например, она очень скоординирована с возможностью получить защиту от чего-то неприятного. И отсюда проистекает, например, вот эта особенность заедания стрессов. Человек понервничал, очень много выбросил энергии, в том числе выработались определенные гормоны, гормоны стресса. Для того, чтобы это нивелировать, самое первое, что человек может сделать, пойти и скушать что-нибудь, как правило, высококалорийное, что-то сладенькое, что-то вкусное. Мало кто заедает стресс кабачками и капустой. В основном стресс заедают тортиками, пирожными, либо чем-то таким очень высококалорийным, жирненьким и так далее. Есть психологические моменты, которые, помимо заедания стресса, ассоциированы с нарушениями пищевого поведения, а нарушения пищевого поведения могут быть самые разные. Кто-то, поддаваясь определенным импульсам, это называется компульсивное пищевое поведение, вдруг начинает есть. Начинает и не может остановиться. Он начинает есть не потому, что он голоден, а потому, что ест кто-то рядом. Он почувствовал вот эти запахи, увидел вот это вот все, лежащее на тарелках, на столе, и он начинает тоже это есть. И очень часто наши пациенты с ожирением страдают так называемым пищевым пьянством. Они уже не могут остановиться. Причем, чем больше они едят, тем больше они наращивают массу тела, тем больше у них жировой ткани в организме формируется, а чем больше жировой ткани в организме формируется, тем больше человек начинает хотеть есть. Потому что древнейшая система регуляции пищевого поведения, она сложно называется система проопила-милана-картина. Это все в голове, в гипофизе, в гипоталямусе, в верхних этажах эндокринной системы, которая руководит пищевым поведением. Настроена таким образом, что человек ест для того, чтобы выжить. Ведь, в общем-то, да, глубинно, исторически человек ест для того, чтобы обеспечить себя питательными веществами, чтобы выжить и чтобы противостоять каким-то влияниям среды. Но сегодня человек начал есть для того, чтобы получить удовольствие. Ему уже не нужно добывать пищу. Пища приходит к нему сама. Он может выбирать, он может выбирать что-то более вкусное с его точки зрения и так далее. Но вот основа этого пищевого поведения, безусловно, кроется в семье, в привычках, в воспитании. И вот эти вот пищевые пристрастия формируются с детства. Кто-то ест редко, но метко. Человек не позавтракал, потому что он думает, что это ему не нужно. В течение дня он не пообедал, потому что у него не было времени. Но вечером он пришёл домой, и он наелся за весь день. Вот это однократный приём пищи. На что это влияет? Это тоже влияет на его настроение, формирует его различные психологические аспекты. А с другой стороны, это вновь влияет на отложение жировой ткани, потому что выброс инсулина на приём вот этого огромного количества пищи однократно никогда не приводит к добру. Это приводит только к ожирению. И большая ошибка наших пациентов, что если я буду есть редко, я похудею. Для того, чтобы похудеть, надо есть. Но надо есть дробно, надо есть осознанно, надо есть не очень калорийно. И, собственно говоря, вот такое дробное питание лежит в основе лечения ожирения как такового. Спасибо, Екатерина Анатольевна. Прямо себя увидела во всём вашем выступлении, честно могу сказать. Следующий вопрос по поводу бодипозитива. Очень много задавали вопросы наши журналисты. Какие плюсы и какие минусы несёт в себе такое движение, как бодипозитив? Это движение само по себе может привести к неправильному пониманию в обществе и проблеме избыточного веса. Коллеги, кто готов ответить? Наверное, я начну, хотя я думаю, что каждый из специалистов имеет отношение к определённым веяниям. Важно не доводить ничего до абсурда. И важно, чтобы всё понималось и всё внедрялось в меру. Разумеется, исходное создание движения бодипозитива, я не являюсь ни его сторонником, ни его оппонентом, но исходной целью создания этого движения было снятие стрессов, зажимов и проблемного как раз создания того психологического дискомфорта у людей, которые не соответствуют каким-то стандартам. Это имело отношение к инвалидам, к людям, страдающим какими-то заболеваниями, и внешность которых отличается от среднего стандарта. Разумеется, сюда же укладываются и пациенты с ожирением, поскольку тенденции 90-60-90 очень утомляют основную часть населения, и, разумеется, это пополняет ряды движения бодипозитива. Я считаю, что вот с этой точки зрения снятие психологических зажимов, восприятие и позитивное отношение к самому себе, к собственному телу несёт очень хорошие тенденции. Я думаю, что это движение может помочь уменьшить количество пациентов с ожирением как раз именно той группы, о которой сказала Екатерина Анатольевна, когда человек склонен к самокопанию, самобичеванию, заеданию и так далее. Что же касается перекосов, которые несёт в себе это движение подчас, то, разумеется, нужно эстетически соблюдать баланс, и мы никогда, я думаю, здравым умеем не оправдаем какие-то избыточную альтернативность во мнении движения. Поэтому я думаю, что... Фатима Хаджимуратовна, дополните моё. У вас тоже наверняка есть соприкосновение с этим движением. Спасибо большое, Наталья Георгиевна. На самом деле, вот я думаю, почему это движение возникло? Потому что, опять же, мы заходим на территорию, личную территорию, и он пытается оградить пациент, себя, и протест, это протест, по-хорошему. А если он подумает, собственно, а почему это происходит у меня, в моей семье, и когда вот эта осознанность, этот тренд будет нашего, абсолютный тренд нашего марафона, и опять же, возврат к генетическим скрепам, и то, что мы сейчас анонсируем, мы анонсируем, я так называю, Наталья Георгиевна, вы меня поддержите, это глобальный проект, это акция всероссийская, потому что мы хотим поднять при этом гордость за свои корни. У нас то, что сказала Наталья Георгиевна, проект будет охватывать наши национальные праздники, и мы, как врачи, хотим поднять вот этот пласт гордости, не создавать комплексов, мы сейчас поднимем пласт гордости, как мы будем праздновать праздники. И это история с национальным наследием, Наталья Георгиевна. А уж национальная приверженность к полноте, я думаю, мы её тоже сможем подкорректировать в рамках этого марафона, поскольку, конечно же, каждый имеет свои генетические особенности, каждый имеет определённые наследственные какие-то атрибуты. Главное, чтобы в этом полном теле было здоровье, ведь метаболические нарушения, они могут быть и у пациента без ожирения, и сердечно-сосудистые риски, и риск онкологических заболеваний и так далее. Главное, чтобы человек был здоров. Он может иметь определённый нестандартный вес, нестандартные пропорции, наслаждаться своим внешним видом, и главное, излучать и спокойствие, и оптимизм, и быть здоровым и уверенным в своих перспективах. Спасибо. Владимир Владимирович, добавите? Если добавить, хотелось бы сказать, что одной фразой форта позитив заканчивается там, где начинается заболевание. Только вот это самое главное, что всегда меня как бы… Это мой главный, скажем так, ответ на вопросы тех людей, которые хотели бы вступить в организацию «Стройная Россия», но при этом, наоборот, пропагандируют бодипозитив, но более агрессивный, я бы сказала, потому что такие группы тоже есть, и не надо забывать. Поэтому, как вы уже правильно сказали, надо соблюдать вот этот грамотный, правильный баланс. Спасибо. У нас сейчас прошла череда праздников, нас ждут еще праздники, и к этому, собственно, вопрос. Какие изменения необходимо внести в свой рацион в праздничные дни, чтобы не навредить своему здоровью и снизить вред от продолжительных праздничных застолий? Коллеги. Да, Патима. У нас праздники начинаются когда? Они начинаются, я так буду говорить, ну вообще космополиты, да? Праздники у нас начинаются, я буду забегать вперед, 25 декабря и заканчиваются они 24 декабря на следующий год, потому что начинает католическое Рождество, потом православное Рождество. Действительно, череда праздников. И слава Богу, если есть в жизни праздник, и слава Богу, что эти праздники, есть возможность праздновать. Вопрос, как праздновать? Как раньше мы праздники праздновали? Праздники поели, попели, потанцевали. А сейчас праздник как празднуется? Поели, поели, еще раз поели. Поэтому вот это поели надо поделить на три части и сделать праздник, ожидание праздника, во-первых. Пересмотреть свой рацион, посмотреть, может сделать какую-то идею этого праздника, собрать, опять же, союзников, с кем вы собираетесь праздновать этот праздник, подумать о каких-то новых блюдах, интересных блюдах. Ведь по-хорошему, если сказать, что такое диетология в большом смысле слова? Это высокая гастрономия. Потому что достать из аутентичного продукта максимальную пользу, подать его с минимальными добавками, добавками в смысле усилителей вкуса. А самый главный усилитель вкуса – это соль. А соль – это первый фактор риска из всех диетологических факторов риска на здоровье. И если творчески подойти к празднику, включая туда в том числе и поели, и потанцевали, поели, потратили энергию. Потому что даже, просто даже если мы попели, уже мы потратили энергию. А если вы ещё и потанцуете, если вы физическую активность какую-то включите, честное слово, это будет максимальный праздник. Не просто сели и поели, угодили своему желудку, а сделали праздник максимально красивым. Для души. Съел булочку? Отходи её. Ещё зачитаю один вопрос. Почему некоторые люди могут много есть и не толстеть, и как стимулировать свой метаболизм? Это очень популярный тоже вопрос. Ну, здесь, разумеется, мы все эндокринологи, и мы уже говорили о каких-то закреплённых генетических предпосылках, которые обеспечивают определённую часть наших сограждан, вообще населения земного шара, способностью, сколько бы ты ни праздновал, можно даже без танцев. Вот эти энергетические особенности и особенности эндокринной системы прежде всего, если мы вспомним о том, что мы больше эндокринологи, чем диетологи, разумеется, это состояние щитовидной железы, разумеется, это состояние других эндокринных желёз, и это обеспечение уровня метаболизма, который позволяет всю полученную от приема пищи энергию направить на расходование энергетически. Это тип личности особенной, это тип физической активности особенной. И если вы приглядитесь к различным людям, одному всё-таки приятнее и комфортнее поесть, поесть и посидеть, как сказала Фатима Хаджимуратовна, а другой нет, он же уже в этот момент сбегал в магазин, какие-то билеты купил, куда-то на каток детей отвёл. Это такой вот образ и культура энергетическая. Я бы в этом контексте вернулась опять к тому вопросу, что наше общественное мнение, которое очень серьёзно влияет на стереотипы поведения, вы абсолютно правильно ставите вопрос, как праздновать и быть здоровым различные праздники, как вести себя в семье и какую культуру питания и физической активности показывать как пример своим детям, какие режимы физической активности закладывать в программы образовательных учреждений, и как создавать основы питания людей на производствах и в каких-то организациях. Это государственная проблема. Я возвращаюсь опять к этому уровню. И одним медицинским сообществом, тем более один с собой пациент, он эту проблему вряд ли решит. Ведь существует огромное количество, с чего мы начали, программ, клубов, клиник, которые применяют различные методики для снижения веса. И многие успешно. Но после этого наступает период возвращения. И возвращение, как правило, ещё и с приростом. И, конечно, это в разы увеличивает риски тех осложнений, о которых мы здесь говорим. Метаболические основы должны быть заложены в наших социальных позициях, в наших социальных условиях и в позиции государства. Как мы относимся к человеку пассивному, не проявляющему инициативу? Как у нас популяризуются ли велосипедные дорожки? Есть ли у нас возможность у метро взять велосипед и преодолеть расстояние в три станции метро по свежему воздуху, уменьшив количество выхлопных газов и инициировав переход, например, на электромобили? То есть, разумеется, это вся культура организации жизни в стране. Она влияет на наше пищевое поведение, на нашу физическую активность, на наши затраты электроэнергии. И культура питания. Вот мы с коллегами вспоминали, что во Франции как раз самый малый прирост ожирелых или пациентов с ожирением за последние годы. И они показывают очень яркие результаты. Даже в детском сообществе даже меньше стало случаев ожирения. Это культура, национальные какие-то традиции и принципы, которые, разумеется, всё сообщество пропагандирует. Это как раз Фатима Хаджимуратовна говорит о том, что мы сейчас этот марафон трансформируем и увеличиваем в год культурного наследия народов России. И здесь же в нашем... Этот год посвящен изучению культурного наследия по указу президента, объявленному в декабре прошлого года. И, конечно же, наш марафон, и вот это наше погружение в национальные особенности нашей кухни, в национальные особенности наших активного поведения. Ведь для различных национальностей России очень характерно активное времяпрепровождение. Не сидение за ноутбуками или в интернет-пространстве, к чему мы сейчас за годы пандемии просто погружены в это. Работа на удалёнке, разумеется, это максимальная гиподинамия и так далее. То есть вот трансформация всех сторон жизни, мы уверены, что в результате объединения усилий приведёт к тому, что мы достигнем результата. Не в этом году, разумеется, но через определённый промежуток времени мы увидим с вами достигнутые цели. Спасибо огромное, Наталья Георгиевна. Я думаю, что на этой хорошей, потрясающей ноте мы закончим наше мероприятие. Я надеюсь, что через полгода по итогам марафона мы все здесь соберёмся и обсудим, как он прошёл. И что это будет не последний, не пятнадцатый, ещё у нас будет шестнадцатый, а семнадцатый, что пандемия наконец-то кончится. Все будут здоровы. Самое главное — берегите себя, своих близких, не болейте. Коллеги, всего доброго и до новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.